Вчера у меня такое событие было. Я одна с администрацией домой приехала на автобусе. Это для меня событие, потому что я уже сколько месяцев из дома никуда не выходила. У меня страх какой-то был. А вчера вот такой у меня подвиг. После страшного ДТП произошло оно на Тихой Аллее. 28 февраля жизнь семьи Еремеевых разделилась на до и после. Если до семья жила, то после им приходится выживать. Стоящих на остановке Нину Михайловну и ее сына Колю в тот страшный день сбил пьяный водитель. Он находился за рулем без прав. Женщина получила черепно-мозговую травму. Была без сознания несколько дней. Ее сын до сих пор не может ходить. В день суда Еремеевы надеялись на справедливость. Я рассчитываю на справедливый суд, что будет все по справедливости. Что этого виновного, который пьяный был за рулем, накажут как положено. В общей сложности в ДТП на Тихой Аллее пострадало 5 человек. На суде виновник аварии 30-летний Алексей Егоров свою вину признал полностью. Пострадавшие уверяли, он ни разу не извинился, да и в суде вел себя смело. Видимо, знал, что его статья, а звучит она как причинение вреда по неосторожности, попадает под амнистию. Егорова, руководствуясь законами, принятыми Госдумой, отпускают прямо из зала суда. Я же хотела справедливый суд, чтобы был. А справедливого суда не было. Ну и суда-то не было, можно сказать. Ну, сыну говорю, зайди в интернет, найди мне на прием к Путину. И вот мы зашли, нашли, и я записалась. Суд обязал виновника ДТП выплатить пострадавшим по 100 тысяч рублей. По 20 тысяч Нине Михайловне и ее сыну Коле уже перечислил. Правда, в честность договора женщина верит с трудом. Ее беспокоит тот факт, что на бумаге, обязующей Алексея Егорова выплатить деньги, нет никаких печатей. Сейчас Нина Еремеева не работает, ухаживает за сыном. Коля потихоньку восстанавливается, ему сняли аппарат Елизарова. Через две недели можно будет начинать заново учиться ходить. Перечисленные деньги, несмотря на то, что нужно оплачивать коммунальные услуги, лечиться, питаться Нина Михайловна, не задумываясь, решила потратить на поездку в столицу. Там женщина надеется найти правду. Впрочем, ее предупредили. Возможно, Путина она лично и не встретит, но вот с его помощниками пообщается. И прежде всего в Москве из уст мамы четверых детей прозвучит главный вопрос. Для меня очень интересен такой вопрос, как пьяный человек за рулем, без прав, может по неосторожности наехать на людей. Екатерина Разина, Евгений Лызаев, Новости НТР.